Разговоры о том, что звезда мира кино Киану Ривз должен присоединиться к киновселенной Марвел ведутся уже не один год. Да и что там говорить, если сам босс студии Кевин Файги как-то ранее признавался, что чуть ли не в каждый их новый проект он зовет участвовать актера. Что же, как мы можем судить из того, что имени Ривза до сих пор нет в титрах, пока что он так и не нашел общий язык с руководством, хотя на днях случилось то, чего мало кто ожидал. Оказывается, знаменитый актер уже в обозримом будущем должен таки появиться в MCU в некой секретной роли. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну что же, как мы уже сказали, разговоры о приходе Киану Ривза в MCU появились не вчера. Более того, на данный момент для него есть две роли, которые актер упрочит особенно упорно. Это призрачный гонщик и Логан. А что еще более любопытно, некоторое время назад уже лично сам Киану Ривз высказался, когда его спросили о киновселенной Марвел и о своем отношении к ней. Цитирую. Разве это не больше, чем вселенная? Это почти как мультивселенная? Это Марвел Верс? Это было бы честью для меня. Есть несколько действительно потрясающих режиссеров и визионеров, и они делают то, чего на самом деле никто никогда не делал. В этом смысле Марвел особенный с точки зрения масштаба, амбиции и производства. Так что было бы здорово поучаствовать в этом. То есть, как вы понимаете, актер реально заинтересован в том, чтобы подключиться к MCU. Невероятно заинтересован в этом и босс студии Кевин Файги, который не устает повторять, как он мечтает заполучить Ривза. Ну и есть роли, которые особенно пламенно пророчат Киану. В общем, почти весь список, кроме разве что самого необходимого официального сообщения от студии. Пока что его, увы, нет, зато есть неофициальная инфа, которую прямо сейчас разгоняет издание Giant Freaking Robot и многие другие англоязычные ресурсы. О том, что Киану все-таки получил некую секретную пока что роль в Марвел. На данный момент источник смог подтвердить, что новый проект является фильмом кинематографической вселенной Марвел, а не сериалом на Disney+. Правда, при этом не уточнила, о каком именно фильме и роли идет речь. Хотя, впрочем, если это правда, маловероятно, что мы увидим какие-либо объявления со стороны актера или же студии до того, как это действительно произойдет. Ведь, по словам того же инсайдера, участие Ривза – один из самых больших секретных кастингов студии. В целом, оно и не удивительно, не каждый день звезды такого масштаба присоединяются к MCU, так что из подобного нужно сделать максимальный фурор. Что же касается фильмов, где Ривз теоретически может дебютировать, то пока что совершенно логично называют три новинки. Это Доктор Стрэндж, Третий Стражи Галактики и фильм Марвелс. Что же касается именно роли, то все же, несмотря на все слухи, вряд ли это будет Росомаха, как ни крути, а Киану слишком возрастной для этого актер. А вот насчет призрачного гонщика – очень даже вероятно. Ведь уже около года назад появилась информация, что в Марвел решили перезагрузить историю Джонни Блейза. Помните, в 2007 году вышел фильм, где эту роль играл Николас Кейдж. Правда, получилось тогда все не очень хорошо, особенно во второй части. И вот теперь ходят разговоры, что данную роль, собственно, самого Джонни вроде как решили как раз-таки отдать Киану Ривзу. Нужно, правда, добавить, что помимо Киану в разное время назывались еще и имена все того же старины Кейджа, карьера которого вроде как начинает возрождаться из пепла, а также звезды ходячих мертвецов Нормана Ридуса. Хотя, впрочем, с учетом принципа мультивселенности, который внедряется в MCU с выходом мультивселенной безумия, гонщиков может быть сколько угодно и в каком угодно исполнении. Вот в чем самая прелесть нововведения Кевина Файги. Так что вполне возможно, что Ривз оседлает такие настоящего железного коня и дебютирует в MCU на радость миллионам зрителей. Если не в этой, то хоть в какой-нибудь другой роли. Мы будем очень этого ждать и следить за всеми обновлениями. Так что прямо сейчас подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, если не хотите ничего пропустить. А также пишите комментарии и ставьте пальцы вверх. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.